Павел Николаевич, скажите, что происходит сейчас со строительством этой дороги, которую, по сути, ведут рядом с аварийным столбом, в исковольной передаче мы уже его показывали, как складывается ситуация, ведь, насколько мы знаем, там не было даже разрешения, дорога принадлежит совхозу, или что-то изменилось? Ну, и земельные участки, и дорога принадлежит совхозу, и, ну, это, знаешь, не было бы так грустно, не было бы так смешно, как грустно, на самом деле, эта ситуация очень интересная, если брать по порядку, то мы неоднократно предупреждали и Министерство транспорта, и главу городского округа, что делать этого нельзя, но в этом случае, вот в случае с дорогой, они поступили просто как бандиты обыкновенно, ночью, значит, они разобрали забор, ограждение, сдвинули блоки, и одна организация, ну, как правило, асфальт у нас кладут армяне, совершенно незаконно, это называется самоуправство, положила по земле совхоза дорогу. Причем так интересно? Действительно вышло распоряжение 8 апреля, распоряжение Минтранса в Московской области об изъятии земельных участков и объекта недвижимого имущества, дорога. Но такие распоряжения уже выходили, если рассказывать всю историю от начала до конца, то вопрос о организации дороги из развилки, это называется дублер МКАД, Дроздова, беседы МКАД, дорога называется, уже выходило распоряжение о изъятии, в том числе этих земельных участков, и изъятии этой дороги, и это было в 16-м году. А потом мы его отменили решением суда 20 октября, 21 октября, оно этого года, то есть 20-го года оно было отменено. Почему было отменено? Потому что они все перепутали, они все сделали неправильно, они сами признали о том, что проект планировки не соответствует требованиям, сами отменили распоряжение и утверждение проекта планировки, на основании этого суд признал, что нужно изъятие отменить. Сейчас они по новой написали изъятие, то есть постановление об изъятии и приняли решение, которое скорее всего тоже будет отменено. Но само решение об изъятии земельных участков и, скажем так, самой дороги, это еще не значит, что не изъяли, потому что на сегодняшний день собственность земельного участка, на земельные участки и на дорогу, это собственность совхоза Ленина. Причем мы платим налоги, и тут выходят еще два распоряжения главы городского округа. Я понимаю, что человек новый, может быть, что-то не понимает, который одним распоряжением накладывает ограничения на региональную дорогу, чего он сделать не может, потому что он может распоряжаться только местными дорогами. А вторым распоряжением он открывает проезд, публичный сервит, так называемый, и не пишет, что надо компенсировать совхозу имени Ленина хотя бы налоги. Ну и плюс еще к этому, там есть один участок в аренде у нас, то есть мы передали его в аренду для другой организации, и мы потом 140 тысяч в месяц получали арендные платы. То есть он наносит прямой ущерб бюджету совхоза, без всяких компенсаций, и говорит, а ездить, это вот примерно тот случай, когда, знаешь, я объявляю выходной, платить будет работодатель. Здесь такая же история, я разрешаю всем ездить, но мы их еще и предупреждали о том, что ездить там, потому что там нет, там дорога в другую сторону повернута. Он говорит, невозможно, почему? Потому что мы знаем точно, что там шесть кобелей, два из них принадлежат совхозу Ленина и снабжают весь поселок электричеством, два Мосэнерго и два Тойоте. Эти шесть кобелей находятся на узком участке, куда прямо положили дорогу. Потом там еще газовики, то есть там высокого давления газ лежит. Ну и главное, что сверху стоит линия 110 КВА. Я же министра спрашивал, а кто ответит, если там произойдет авария и кто-то умрет. Потому что если, не дай бог, защита не сработает, то при падении там 110 КВА, там просто пепел будет от людей или загорится какое-то имущество. Вопрос остался без ответа, но я-то знаю, что по закону является ответчиками собственник земельного участка, который не обеспечил сохранности, собственник линий. Поэтому пятницу в прошлую нам Мосэнерго написало предписание, где до 31 мая дало время, чтобы снести эту дорогу, забрать ее, уничтожить и обеспечить сохранность кабелей и линии 110 КВА. Мы, соответственно, написали письмо в Следственный комитет, в прокуратуру. Знаем прекрасно, что, скорее всего, как в случае с мусором, они, как правило, очень долго запрягают. Это когда нужно, скажем, что-то сделать, помочь рейдерам, это они сразу сюда прибегают. Но это такой левиафан, когда срослись все структуры, в том числе и надзорные органы, то есть они ничего не делают. А вот если там произойдет действительно авария и нам придется вскрывать, а для того, чтобы все-таки отремонтировать кабель, нужно не меньше 6 метров вскрыть, потому что нужно муфты ставить, как правило. Ну, потом найти можно еще это повреждение. А уж если упадет вот этот ЭЛЭП, то, конечно, это останутся без света все, без исключения. И, естественно, как обычно, ни местные власти, ни областные, они сразу скажут, что это не мы. Мы никакого отношения к этому не имеем, а, значит, отвечать будем, как правило, мы и собственники земельных участков дальше. А вы предписание-то исполнили? Нет, оно пришло только в пятницу. Предписание здесь, сейчас я скажу, какого числа написано. А зачем следственный комитет обратились? Значит, оно было дано нам 13.05 и написано так. В связи с тем, что вами, нами нарушены требования указанных правил, вам необходим срок до 31.05 устранить данные нарушения, а именно остановить все несогласованные с южными электросетями работы в охранной зоне, вывести из подохранной зоны технику, но это не наша была техника, демонтировать дорожное полотно и восстановить ранее существующий габарит. Ну, и акты. Ну, мы сейчас на основании этого обратимся во все органы, посмотрим на реакцию. В общем, на 31 числа мы должны будем выполнить работы, а на переговоры эти люди не идут, потому что если ты уж выпускаешь постановление о публичном сервитухе, ты должен как минимум предупредить об этом, ну, обсудить что-то. Обсуждение, которое было 7 мая, там присутствовали замглавы Гаврилов и министр Гержик, кончилось тем, что, ребята, куда вы вынести кабели, мы же не можем вас там пропустить, кабели же лежат, и потом вынести под лэп. А если брать историю, то там же очень интересная вообще фактура. Они с 2014 года делают проекты и пытаются построить эту дорогу. У них была проблема с Родисеном, есть такой земельный участок, 30 соток, и они судились с 19 по 19 апреля 2021 года, то есть они два года судились. Как правило, то есть правительство Московской области не хочет договариваться ни о чем, оно обычно идет в суд. В результате суд этот Родисен выиграл, но компенсации пока не получил. И я с ним лично разговаривал, в том числе последний раз 7 мая, в присутствии этих господ, и он сказал, как только я деньги получу, я сразу уйду, и на самом деле дорога должна пройти через его земельный участок, на 30 метров дальше, потому что по СНИПам, по строительным нормам и правилам, от крайнего провода лэп нужно минимум 20 метров отойти в сторону, чтобы сделать дорогу, потому что не допускается приближение, ну это связано с обеспечением безопасности. И они запроектировали эту дорогу, и все правильно, и в том же, там же в этом проекте запроектированы перенос лэп всех, перенос кабелей всех, в том числе проход, нельзя положить кабель под дорогой, и можно только перпендикулярно дороге положить, для этого закладываются гильзы, чтобы можно было в случае того, что кабель выйдет из стоя, вытащить этот кабель и засунуть новый, гильз никаких нету, а тут просто прям по кабелям сделали дорогу, великие строители, и я думаю, что будет так, они не любят, когда им говорят, как нужно делать, они все знают, потом случится какая-то неприятность, они все сразу в кусты, кончится все тем, что мы выиграем суды, потому что там ясно, ущерб совхозу, это уже и налоги, и арендная плата, и просто содержание дорог, они там написали, что ДРСУ должно это делать, ну представьте, я сейчас возьму, напишу предписание, что я у вас буду на огороде, дорожку прокладывают без вашего ведома, и значит по ней будут ходить люди, вот такой публичный сервис тут наложил, а вы в этот момент не сможете на своем огороде там сажать землянику или что-то еще, потому что все время будут ходить люди, которые будут, скажем так, вам мешать, поэтому это скорее всего опять ущерб бюджету, Ленинского городского округа, они заплатят за это, естественно, люди, если не дай бог там что-то случится, пострадают, потому что что такое оставить без электричества поселок совхоза, это значит в лифтах зависнут большое количество людей, вода прекратит, канализация не будет, но ничего не будет, света не будет, поэтому... А для чего же Павел Николаевич они делают, торопятся, если есть проект, почему не делают проект? А потому что они уже семь лет без малого никак не могут сами с собой разобраться, если они дважды уже отменяли распоряжение об изъятии, дважды уже отменяли проект планировки, и последний раз 7 мая им тоже объяснял, что вы что делаете, они собираются поставить 4 светофора в разноразвилке, там вообще будет коллапс, пустить одностороннее движение мимо вне газа в одну сторону, а вот там, где они сейчас планируют построить новую дорогу, выезд сделать, ясно, что это приведет к транспортному коллапсу, потому что никто никогда там не повернет, все нормальные и рациональные предложения они отвергают, и после нашего этого совещания 7 мая господин Гаврилов сказал, да я с вами согласен, то, что вы предлагаете абсолютно правильно, но это когда, знаете, с момента начала работ по проектированию вот этого выезда, прошло уже 6, почти 7 лет, за это время сменилось 3 главы и 3 или 4 министра транспорта, то есть там какой-то вокзал, они приходят, уходят, приходят, уходят и поговорить даже не с кем, просто, потому что начинаешь объяснять, кто-то там соображает, что-то начинает, в этот момент приходит другой, говорит, а давайте дорогу, вот так вот пошли, ну это абсолютно, кстати, вот эти техногенные катастрофы, вы тут слышали, в горках Ленинских сгорел склад, туда приехал глава ночью, и стал говорить, ну что же такое, захламленность какая-то, куда смотрят тут местные власти, главное, что такое собственники земли, почему они не смотрят, ну съездили на развилку, и посмотри, что там творится, на землях, которые принадлежат или там подчиняются Ленинскому городскому округу, там же черти что, вот этот мусор, который вывозили, это же оттуда мусор. Похож, похож, по крайней мере. Слушай, всем известно это все, нет, чтобы организовать работу, навести порядок, вместо этого, а давайте сами устроим беспорядок, ну вот они его и устраивают, поэтому вынуждены будем опять выполнить предписание, опять это будет конфронтация, но если не дай бог столб завалится или кабели, ну скажем, как выйдут из строя, это будет большей катастрофой, чем просто люди, которые по вине нерадивых чиновников, бездарных руководителей, значит просто постоят в пробке, хотя честно, если уже за 7 лет то можно было и изъять землю, как положено, кстати тут у меня интересный документ, вот Московское областное объединение БТИ, так называемое, делает отчет об оценке, это было сделано 8 ноября 2016 года, причем государственный контракт от 18 года, на 16 год, и в результате они считают, что там дороги-то нет, они здесь вот в этом отчете пишут, что это дорога грунтовая и стоит они на 1 миллион рублей, стоит она, потому что по ней грузовые машины не ходят, и тут же пишут совершенно другое, то есть вот не соотносят свои действия, причем это делало министерство имущества, имущество, имущественное отношение Московской области, заказчик, вот они готовились к изъятию, потом все это отменили, теперь по новой вся процедура будет проходить, и судя по всему долгое, почему, потому что мы им показываем, что этот участок нельзя изымать, а наоборот нужно изъять другой участок, на котором коммуникации практически нет, но и сделать перемычку, я вам это показывал, между внегазом и этим, чтобы не было такой проблемы, связанной с разворотом и с выездом на Каширское шоссе. Ну, когда-нибудь, мы надеемся, все-таки к нам придет нормальный человек, соображающий, я имею в виду, городской округ, ну и правительство станет более адекватным Московской области. Тогда и люди заживут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...